Абрикосы для дагестанцев больше, чем просто фрукт. Его сушат, делают варенье, компоты и даже вкусное лакомство урбеч из абрикосовых косточек. По мнению ученых, абрикосы являются символом долголетия. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Унцукульском районе Дагестана и узнала, как проходит сбор абрикосов. Этими солнечными лакомствами украшены все деревья. На верхушке находятся самые сладкие абрикосы. Это те, что находятся ближе к солнцу. Процесс сбора урожая достаточно трудоемкий. Приходится вот так залезть на дерево, либо использовать лестницу, чтобы добраться до самых высоких веток. Эти сады с солнечными фруктами передаются тут по наследству. Местные садоводы продолжали из поколения в поколение ухаживать за садами, продавать абрикосы и на это жить. Ведь для жителей села это чуть ли не единственный источник доходов. Так, например, у бывшего инженера Расула свой абрикосовый рай на окраине села Майдановское с красивым панорамным видом. Основной вид деятельности в нашем регионе – это садоводство. Других источников пополнения семейного бюджета здесь попросту нет. Природа подарила тебе вот такую прекрасную удовольствие. Природа сама. А эти деревья абрикосы, вы думаете, что растут где попало, что ли? У почетного садовода абрикосовый сад на гектар земли. За сезон с этих садов можно получить не меньше 15 тонн урожая. По его словам, самому справляться было тяжело, а такие владения требуют особого ухода из года в год. За неимением дополнительной помощи инженеру-садоводу пришла идея соорудить собственный трактор для горных районов. Работа сама по себе, вы сами можете представить, это нелегкая работа. Это очень тяжелая работа. Практически невозможно было здесь вручную исправиться одному. У меня помощи совсем не было. Пришла идея как-то механизировать все это. Потому что трудно было все физически вручную выполнять. Он отличный помощник по саду. На таком чудо-агрегате можно пахать, опрыскивать деревья, даже собирать урожай, поднявшись на лестницу. А еще перевозить за раз до шести ящиков абрикосов. На таком самодельном тракторе можно проделать немало работы по саду. Детали тут разные. Мотор от бетонной мешалки, коробка передачи зиловская, колеса и вовсе от разных машин. Самые популярные сорта абрикосов в Унсукульском районе – это шалах и краснощеки. В среднем одно дерево может дать до 500 килограмм плодов за сезон. Несмотря на весенние заморозки, майданские садоводы планируют собрать до 1000 тонн абрикосов. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Унсукульский район.